Эскимосы научились выживать в суровых условиях Крайнего Севера. Но кто они такие? Откуда они пришли? И как им удалось выжить? С кем они воевали? Возможно ли, что корни эскимосской культуры находятся на севере Сибири, в районе Берингово пролива? Нам известно, что тысячу лет назад здесь жили воинственные племена, владевшие развитыми технологиями. Существует свидетельство того, что спустя короткое время они стали продвигаться вглубь территории Канады и Гренландии. Народы, встречавшиеся им на пути, мистическим образом исчезали. Мы с вами отправимся в невероятное путешествие по Арктике и проследуем по пути завоевателей от их родины Сибири к землям, которые они покорили. Документальный фильм Тома Редфорда и Найоби Томсона Эскимосская Одиссея Меня зовут Найоби Томсон. Я антрополог и специализируюсь на северных народностях. Я провожу много времени на севере Канады и в Сибири. В последние пять лет я наблюдаю стремительное таяние ледников. Подобное потепление уже случалось. Последнее существенное изменение климата, имевшее место в средние века, поменяло облик севера. Очертания Арктики изменились. Это была эпоха миграции, исчезновения видов и, вероятно, даже геноцида. В разгар последней эпохи глобального потепления в районе Берингово пролива, отделяющего Аляску от территории России, жили племена китобоев. Это и были легендарные племена Туле. Чтобы выяснить, когда и зачем они покинули свою родину, я проследую их маршрутом. Чукотка, Россия Все началось на Чукотке, на родине древних Тули. Чукотка – одно из самых труднодоступных мест на карте. Она находится на северо-восточной оконечности Российской Федерации, на расстоянии девяти часовых поясов от Москвы. Здесь нет дорог. Земля покрыта ледяным панцирем девять месяцев в году, а Российская служба безопасности редко допускает сюда иностранцев. Даже в августе на северное побережье порой обрушиваются арктические бураны. По причине изоляции от внешнего мира у местных жителей сохранился традиционный уклад жизни. Для антрополога вроде меня это место стоит того, чтобы преодолеть все трудности. Возможно ли, что этот отдаленный арктический регион был родиной эскимосов? Я уверен в том, что на этом охраняемом арктическом побережье я смогу найти ключ к тайне древних племен Тули. Перед каждой охотой жители приносят жертву предкам, которые охраняют охотников на море. Чукотка – мой второй дом. Каждый раз, возвращаясь сюда, я поражаюсь тому, как людям удается выживать в таких нечеловеческих условиях. Живя с ними бок о бок, я сталкиваюсь с суровой реальностью ежедневной борьбы за выживание. Жители деревни питаются лишь тем, что удается добыть охотникам и рыболовам. Их, лохточок. Вот сейчас надо в проливе, очень хорошее. Потому что зверь устал от этой качки, от этой непогоды, и он сейчас там сейчас. Вдали от городов и магазинов основу диеты местных жителей составляет мясо морских млекопитающих. Оно свежее, необычайно богато жирами и очень полезно. Но жира будет завтра, все-таки. Неудивительно, что глобальное потепление перевернуло мир эскимосов с ног на голову. Справляться с его последствиями здесь тяжелее, чем на юге, где живу я. Сейчас лето, лед сошел, и белые медведи тонут в открытом море. Меня волнует судьба моих друзей эскимосов. Но неужели их ожидает климатическая катастрофа? Возможно, ответ мы найдем в прошлом. Потепление открывает нам окно в прошлое. Это случилось тысячу лет назад, в средние века, в период потепления. Тогда племена, жившие у Берингово пролива, процветали. Их земли росли. Чтобы узнать хоть что-то о народах Тули, мне нужно раздобыть информацию о первых опытах общения с их потомками, жившими у Берингово пролива. Ответы я нашел в старинном русском документе. Русский антрополог Владимир Багарас, сосланный царем в Сибирь в конце 19 века, написал потрясающую книгу о Чукотке. Здесь он обнаружил воинственные племена китобоев и охотников на оленей. Их оружием был изогнутый монгольский лук. И для битвы они надевали полное облачение воина. Меня потрясло то, что на протяжении многих веков местные племена были воинствующими. На побережье Чукотки много разрушенных деревень со следами военных сооружений. В некоторых есть подземные бункеры. По каким-то причинам охотникам, населявшим район Берингово пролива, для выживания было необходимо смертоносное оружие. Берингово пролив. Русский север В период средневекового потепления, продлившегося 400 лет и ознаменовавшего собой прошлые тысячелетия, лёд с каждым годом начинал таять раньше и устанавливался позже. Сезон охоты длился дольше, а лето становилось жарче. Это привело к изменению флоры. В этот район стали прилетать другие виды птиц, изменились и маршруты миграции китов и моржей. Всё пришло в движение. Стал ли период потепления золотым веком для Тули? Я сижу на одной из костей черепа гренландского кита. Это, должно быть, был каркас охотничьей лодки из моржовых шкур. В этой деревне люди жили не только 100 лет назад, но и тысячу лет назад. Около тысячи лет назад местные жители открыли способ охоты на крупнейшее в мире млекопитающее – гренландского кита. Убив кита, люди обеспечивали себя пищей на долгое время. Это стало толчком для всевозможных инноваций и изменений. Сегодня деревянные каркасы для традиционных лодок-китобоев создаются в деревенской мастерской, но конструкция осталась прежней. Для обшивки лодки лучше всего подходят моржовые шкуры. Шкуры вымачивают в солёной воде, прокалывают по краям, а затем натягивают на каркас и закрепляют с помощью верёвки, изготовленной из шкуры. Шкура моржа намного лучше подходит для изготовления лодок, чем те материалы, которые привезли в Арктику европейцы. Она достаточно лёгкая, чтобы лодку можно было переносить через участки, покрытые льдом. Это делает возможным плавание по северным морям. В то же время в такой лодке можно перевозить грузы и большое количество людей. Подобные лодки достаточно надёжны для открытого моря и при этом легки. Я полагал, что племена Тули жили, как при каменном веке, и был поражён, узнав, что тысячу лет назад у них было железо. Эти лодки из моржовых шкур изготавливали с помощью металлических ножей. Доказательства этому я нашёл в местном музее. Если, к примеру, мы посмотрим на очень интересные вещи, такие как... Такой сложный орнамент мог быть нанесён на артефакты только при помощи металлических орудий. Это свидетельствует о том, что умение обращаться с железом пришло на север из Китая или Японии. Железо почти полностью стёрлось с этих костяных наконечников копий, но следы его сохранились. Возможно, это объясняет, почему Тули были такими искусными китобоями и охотниками. Вес взрослого моржа может достигать тонны, а его шкура подобна броне. Но когда Тули познакомились с железом, металлические орудия стали необходимым условием процветания их культуры. Антропологи называют это силками прогресса. Научившись изготавливать наконечники для гарпунов и ножей из железа, охотники позабыли, что в этих целях можно использовать имеющиеся в изобилии бивни и камень. Игорь с охотниками забили моржа, старую самку. Меня поразило, что они использовали ту же технологию, что и их предки тысячу лет назад – гарпун со съёмным наконечником. Наконечник крепится к древку вот таким образом. Когда он пронзает кожу моржа, эта часть вот так поворачивается и остаётся в его теле, а древка отпадает. К этому крепится поплавок. Раньше его изготавливали из мочевого пузыря моржа или тюленя, но теперь используются современные резиновые поплавки, однако технология осталась прежней. Все принципы те же, что и тысячу лет назад. Этот морж предназначен не для охотников. Мы аккуратно сшиваем мясо, чтобы отвезти его на продажу. В стороне от Берингова пролива жили зажиточные соседи Тули, всегда готовые к торговле. Мои друзья из Кимоса отвезли меня вглубь материка, и мы пришли в лагерь оленеводов Чукчи. Чукчи традиционно населяют континентальную часть Чукотки. Это кочевые племена оленеводов. Очень интересно следить за обменом, который здесь совершается. Мы привозим мясо морских животных и взамен увозим на побережье оленей. Так было всегда. Оленеводы очень ценят жир морских млекопитающих, а народы, населяющие побережье, ценят оленьи шкуры. Это лучший мех, который только можно придумать для зимней одежды. Этот обмен всегда существовал. Он совершается сегодня, как совершался на протяжении столетий. Но торговые связи Тули простирались далеко за пределы тундры. Чтобы получить железо, они продавали бивни, меха и, возможно, даже рабов. Но всему этому настал конец. Орда Чингисхана нагрянула в Китай, и вскоре политическая карта Азии изменилась. Торговые пути в Азию оказались перекрыты. Тули пали жертвами прогресса. Без металлических ножей, необходимых для охоты на китов и изготовления лодок, они были обречены на вымирание. Это был переломный момент для цивилизации Тули. Как же они отреагировали? Миграция в Великое Эскимосское Одиссея. Горстка людей, возможно, вначале это была лишь одна семья, покинула побережье и отправилась на север. Что их толкнуло на это путешествие в неизвестность? Неужели дефицит металла? Я могу лишь догадываться, кем были первопроходцы Тули. Возможно, в путь отправилась лишь одна охотничья лодка. Но в поисках железа они следовали по маршруту миграции гренландских китов. Они обогнули Аляску и достигли дельты реки Маккензи. Представьте себе древнего эскимоса, который живет в относительной гармонии с природой. И внезапно он решает отправиться в место, которого не знает. Он не просто отправляется в место, которого нет на его карте. Он отправляется в место, населенное незнакомыми ему духами. С точки зрения древнего эскимоса, это было крайне опасное путешествие, которое требовало невероятной отваги, даже безрассудства. Мы должны понимать, что это было не просто путешествие к топографически новой земле, а к земле других духов. Существовала возможность, что эту землю населяли другие животные, и там было сложно охотиться. Но жаркая весна, подобная этой, свидетельствовала о том, что в этом месте можно жить. Туле строили просторные жилища, используя массивные китовые кости. Но теперь они вплотную подошли к землям, где киты не водились. Впереди лежал канадский арктический архипелаг, бесплодные земли, где не было животных, на которых охотились тули. Ни китов, ни моржей, лишь рыбы и олени. Но тем не менее, первые тули покинули охотничьи угодья и вошли в арктический лабиринт. Здесь было бесполезно их мастерство китобоев, но не мастерство воителей. Остров Виктория. Центральная часть Канадской Арктики. Эту землю уже населяли люди. Тули шли через земли Дорсет, северной культуры, чей возраст исчисляется тысячелетиями. Макс Фрисон, заслуженный археолог из Канады. Представителям Тули культура Дорсет могла показаться примитивной, но у этих людей было нечто ценное – железо. Существует стереотипное представление о Дорсет как о миролюбивых арктических гигантах. Откуда оно пошло? Я полагаю, что сначала существовали эскимосские легенды, передававшиеся из уст в уста. Сказания их народностей, населявших эту территорию, Дорсет неоднократно упоминались как очень сильные, но в то же время миролюбивые и застенчивые люди. Существуют рассказы о том, что здесь произошел конфликт, и народ Дорсет постепенно исчез. Это длинный дом, один из самых больших среди найденных. Сюда люди приходили со всех концов. Здесь они торговали, обменивались новостями, а затем с наступлением холодов опять расходились. Это самый большой и сложный длинный дом во всей Арктике. Это место на острове Виктория, несомненно, имело большое значение для культуры Дорсет позднего периода. Это невероятно, ведь чтобы построить такой дом, воздвигнуть эти стены, принести подобные камни, нужно было очень много сил. Не могу себе представить, как люди, у которых не было ни дерева, ни веревок, могли двигать эти валуны. Согласен, на мой взгляд, для охотников и собирателей со всего мира было несвойственно вкладывать столько сил в создание общественных построек. Арктика находится на самом краю света. Жизнь здесь тяжелая. Вероятно, имело смысл не пытаться обособиться, а, напротив, общаться как можно теснее. Как, по-вашему, выглядела встреча этих двух культур? Я полагаю, что это была неравная борьба. Многие поколения археологов отмечали различия между двумя культурами. Основные различия технологические. У пришедших сюда Тули были более совершенные лодки и сани, которые впрягали собак, так что у них были преимущества на всех фронтах. К тому же была и социальная сторона. Тули привыкли к войне, и здесь, безусловно, технологии сыграли свою роль. С собой Тули принесли луки и стрелы, которые были полезны не только при охоте на оленей, но и в битве. В Дорсет луку и стрелам могли противопоставить только копья и гурпуны, а это несерьезно. От самой реки до горизонта тянется культурный слой. Его толщина почти метр. И повсюду мы обнаруживаем, что орудие Дорсет находится внизу, а Тули на поверхности. Всюду разбросаны кости оленей корибу. Вот, например, нижняя челюсть оленя. Видите, ее разломили, чтобы добраться до мозга. Здесь очень много корибу. По этому маршруту осенью корибу мигрировали с севера на юг. Они собирались с огромной территории, и все проходили через этот участок шириной 3 километра. По ту сторону реки, вплоть до этого самого места, тянется стена, определявшая маршрут корибу. Это длинная каменная стена. Она пугала оленей, шедших по кромке озера Фергюсон, заставляя их пересечь реку в этом месте. И, конечно, они попадали сюда, прямо к охотникам племен, населявших эту территорию. Охотники Дорсет умели выживать в этих бесплодных землях, и Туле были нужны эти знания, чтобы приспособиться. Но это были слишком разные культуры. Туле были воинами, возившими оружие с собой в лодках. С их приходом мир Дорсет изменился навсегда. Макс подтверждает мое предположение о том, что современные эскимосы произошли непосредственно от Туле. Эта линия не прерывалась. И по сей день эскимосы рассказывают легенды о том, как их предки Туле встретили народ Дорсет. Вот одна из них. До прихода эскимосов здесь жили первые люди. Они были сильными, но эскимосы перебили их и отняли у них земли. По иронии судьбы, этот рассказ напоминает историю о покорении европейцами нового света. Поначалу поселенцам, чтобы выжить, были необходимы знания аборигенов. Но вскоре пришельцы забывают о благодарности и становятся завоевателями. Они убивают хозяев, отнимают у них земли и движутся к новым горизонтам. Но побежденный народ Дорсет молчит. Чтобы разрешить загадку Туле, моих знаний мало. Я хочу знать, смогу ли я еще где-нибудь выяснить, что произошло. Копенгаген Если эскимосы произошли от Тули, то с чем столкнулись европейцы, когда впервые встретились с народами Арктики? Исследование привело меня в неожиданное место. В Копенгаген, столицу Дании, чья история тесно связана с Арктикой. Когда Туле покинули побережье Берингово пролива и отправились на поиски железа, скандинавские поселенцы уже на протяжении нескольких веков населяли юг Гренландии. Подобно племени Дорсет, они исчезли, когда началась эпоха Туле. Я пришел сюда за удивительной книгой, которая позволит нам заглянуть в мир эскимосов, основанный Туле. Книга была написана 300 лет назад человеком, чье имя практически позабыто, миссионером Хансом Эгиде. Он отправился на поиски потерянных колоний в Гренландии. Отчет о том, что он обнаружил, хранится в Датском национальном музее. У нас есть книга, датированная 1741 годом. Это та самая книга, которую он написал? Это оригинал 1741 года. А он вел судовой журнал. Он делал записи по мере путешествия, а потом, вернувшись назад, предоставил эту книгу королю Дании в качестве отчета. Он собирал предметы, изготовленные эскимосами, и изучал их язык, поскольку не нашел на острове скандинавов. Они исчезли. Это удивительно. Здесь изображены эскимосы, охотящиеся на оленей. А вот лодка с охотниками. Ханс Эггеде обнаружил, что в местах, где раньше обитали скандинавы, теперь процветает эскимосская культура. Возможно ли, что европейских поселенцев постигла та же участь, что и народ Дорсет? Я покидаю Копенгаген, чтобы проследовать по маршруту Ханса Эггеде и скандинавов, которые за несколько столетий до него отправились в Гренландию. Вы представляете себе, что везли с собой на кораблях скандинавы, отважившиеся на это путешествие? Что они брали с собой? Они брали скот, кур, овец, чтобы было чем питаться. И, конечно, нужно было взять хлеб, одежду и тому подобное. Неплохо, не так ли? Неплохо, если не считать того, что негде было укрыться от непогоды. И как часто эти корабли исчезали без следа? Даже сейчас путешествия по морю небезопасны. Получаются кораблекрушения и тому подобное. Но на протяжении столетий эти корабли каждое лето плавали туда и обратно. В 985 году флотилия исландских кораблей отправилась в плавание, чтобы основать колонию в Гренландии. Взяв курс на запад, они наблюдали, как горы западного побережья Исландии исчезают из виду. Три дня они не видели суши, оставшись в одиночестве на севере Атлантического океана. Исландцы знали, что на западе находится земля, но ее берега покрыты льдом. Но в 985 году они открыли плодородные земли на дальнем конце южной оконечности Гренландии. Фьорд Эрик. Гренландия. Это Фьорд Эрик, названный в честь основателя северных колоний в Гренландии, Эрика Красного, бунтаря, прославившегося своим упрямством. Он был выслан из двух государств. Отличительной особенностью Фьорда Эрик является то, что для Гренландии в его воде очень мало льда. Наверху нет ледника, и поэтому здесь установился особый микроклимат. Можно сказать, что это настоящий гренландский рай. Теперь я понимаю, что эти зеленые поля образовались вследствие глобального потепления, имевшего место в средние века. Но к тому времени, когда сюда прибыл Хан Сегеде, климат изменился. Скандинавы удерживали за собой эти земли на протяжении 500 лет. Дольше, чем представители Северной Европы, живут в Северной Америке. В Гренландии дефицит древесины. Как вам известно, здесь практически не растут деревья. Когда скандинавы прибыли сюда, древесины было много. Бревна приплывали из Сибири. Это далеко, но лес и по сей день прибивает к берегам Гренландии. Они могли использовать этот лес для строительства домов и изготовления различных деревянных орудий. Но сжечь лес было расточительностью. Пожалуй, вот, например, корабль. Это детская игрушка. По носу видно, что это скандинавский корабль. Можно назвать его кораблем викингов. Викинги были одними из самых выдающихся мореплавателей своего времени. Продвинувшись дальше на север, скандинавы обнаружили огромную популяцию моржей. Бивни моржей ценились в средние века как слоновая кость. Именно за ними охотились скандинавы. В период расцвета колоний каждое лето в Европу отправлялось несколько кораблей, груженных моржовыми бивнями. Безусловно, 3000 поселенцев сами не могли добыть столько. Количество бивней, поставляемых в Европу, говорило о том, что скандинавы их покупали. Дорсет были хорошими охотниками на моржей, но что они получали в обмен на бивни? Конечно, железо. Я хочу показать вам предмет, найденный в особом захоронении. С удовольствием посмотрю. Это принадлежало епископу. Епископу Гренландии? Да, это сделано из моржового бивня. В Гренландии большая часть богатств доставалась католической церкви. Вот так охотники Дорсет снабжали крестоносцев. Жители Гренландии должно быть чувствовали, что живут на окраине цивилизации. Но все же они строили церкви в районе фьордов. Это церковь Хвальсо. Возможно, здесь располагалось имение норвежского короля. Это вход для простых людей, таких, как мы с вами. Мы должны были заходить отсюда. А здесь, на солнечной стороне, место для королевской семьи. Этот способ строительства существовал еще у древних греков и римлян, и пришел к скандинавам. Возможно, они привезли с собой кого-то, кто знал секреты строительства, и, вероятно, это здание строилось несколько десятилетий. К 1350 году удача оставила скандинавов. Настали неурожайные годы, климат менялся, подступал ледниковый период. На Европу обрушилась черная смерть, столетняя война и проливные дожди. Моржовые бивни оказались не нужны, корабли перестали приходить. Центральная часть Канадской Арктики В то время, как скандинавы терпели в Гренландии бедствие, в их сторону через бесплодную пустыню двигались первопроходцы Тули. Их лодки шли с необычайной скоростью. Мы предполагаем, что они пересекли Канадскую Арктику всего за два года. Канадский архипелаг представляет собой лабиринт, и в то же время для Тули, пришедших из района Берингово пролива, здесь сложно было охотиться. Должно быть, они плутали, заходили в бухты, которые считали проливами, и возвращались. Они продвигались очень медленно и знали, что если они не найдут охотничьи угодья, их ждет смерть. Тули, оставшимся в одиночестве в бесплодной пустыне, приходилось выживать, как придется. Они питались водорослями, ягодами и рыбой. Здесь есть пара больших стоянок Тули. Остальные стоянки маленькие, и там почти ничего нет. Жизнь здесь, безусловно, была очень сложной, ведь морских богатств здесь тоже недостаточно. Это означает, что Тули и не собирались здесь оставаться. Но подобное путешествие за год не совершишь. Средняя продолжительность жизни в племенах охотников и собирателей, подобных древним Тули, составляла 20-30 лет. В сложные времена жизнь превращалась просто в борьбу за выживание. Можно только догадываться, что представляло собой путешествие в неизвестность. Никто не знал, где находятся охотничьи угодья. Это было очень опасно. Можно только предполагать, что из тех людей, которые покинули Берингов пролив, кто-то выжил, а кто-то нет. Пока скандинавы замерзали в Гренландии, Тули пробирались через Канадскую Арктику. Что толкало их в сторону Востока? Отчаяние или надежда найти железо? Каким-то образом Тули удалось пересечь ледяную пустыню и добраться до восточного побережья Баффиновой земли, где водится множество китов. Баффинова земля. Восток Канадской Арктики. Это юг Баффиновой земли. 800 лет назад здесь обитали племена Дорсет. Теперь здесь живут эскимосы. Пришедшие сюда Тули обнаружили, что это место также богато китами и моржами, как и их родина на берегу Берингово пролива. Неподалеку отсюда команда археологов из Канадского музея цивилизации исследует стоянку Тули, возведенную на месте более ранней стоянки Дорсет. Картина знакомая, но здесь есть нечто необычное. Следы присутствия скандинавов. На Баффиновой земле Тули наконец встретились европейской цивилизацией. Скандинавы, должно быть, очень боялись Тули. Почему? Тули было не меньше, чем скандинавов, и в техническом и социальном плане они им ничуть не уступали. По прошествии некоторого времени Тули заселили земли, принадлежавшие скандинавам. Должно быть, их привлекала возможность купить железо. Первые признаки беды появились в 1362 году. По неизвестным причинам большинство гренландских поселений были оставлены, а прибывшие сюда скандинавы обнаружили лишь язычников, заселивших разрушенные постройки. Этими язычниками были Тули, предки эскимосов, завершившие свою Одиссею. Должно быть, здесь царил хаос. Целая культура была разрушена. Когда основное богатство этого места, моржовый бивень, потеряло свою ценность, местное население стало беднеть. Вести сельское хозяйство в этих местах сложно. Изменения климата представляли огромную проблему. Скандинавы надеялись на товары, которые привозили из Норвегии и Исландии. Когда их потоп прекратился, возникли сложности. Не похоже, что у них был серьезный экономический кризис. Все выглядит несколько странно. Они просто оставили это место, забрали все и ушли. Последние из оставшихся потеряли все. По мере того, как поселения скандинавов беднели из-за изменения климата, Тули получали за свои товары все меньше и меньше. Могли ли эскимосы силой отобрать железо у скандинавов, когда те отказались им торговать? Это карта Южной Гренландии, нарисованная Эгеде. У эскимосов есть множество сказаний о борьбе со скандинавами, потому что, когда скандинавы пришли в эти земли, здесь не было эскимосов. Они обитали севернее. Но где-то между тысячным и 1400 годом эскимосы двинулись на юг, а скандинавы на север, и они встретились. Об этой встрече скандинавов и эскимосов рассказывается в одной из легенд. Значит, когда сюда прибыл Хан Сегед, эти сказания были частью мифологии? Да. Война между эскимосами и скандинавами. Чем больше я узнаю о грозном племени Тули, тем более вероятным это кажется. Наши последние свидетельства содержатся в отчете Ханса Эгеде. Здесь сказано, что Ханс Эгеде говорил с эскимосами, и они подтвердили ему, что древние предания правдивы. Их предки воевали со скандинавами и уничтожили их. В многонациональной Гренландии не принято даже предполагать, что эскимосы уничтожили скандинавов. Но находки свидетельствуют о том, что их предки были закалены в боях на берегу Берингово пролива. Мое путешествие подошло к концу, и теперь я понимаю, что Тули оставили родину, пересекли Арктику со скоростью молнии и добрались до Гренландии, принеся с собой свои традиции. Страшные рассказы Ханса Эгеде похожи на правду. Жизнь эскимосов лишена сентиментальности. Без смерти нет жизни. Мои друзья на Чукотке забивают копьями моржей, чтобы запастись мясом на зиму. Копьё пронзает сердце зверя. Он умирает быстро. Люди благодарят его духа. В Гренландии Одиссея Тули подошла к концу, дав начало эскимосской цивилизации. Я не знаю, что произошло, когда они встретили скандинавов. Я знаю одно. На место скандинавов, оставленных Папой Римским, пришли эскимосы, чей бог живет среди них. История учит нас тому, что при изменении климата бывают победители и побежденные. Сегодня на берегу Берингово пролива отмечают рождение традиционной лодки китобоев. За прошедшую тысячу лет почти ничего не изменилось. Эскимосы – единственное племя, которое не смогли покорить ни цари, ни советская власть. Цивилизация Тули продолжает жить в эскимосах. Программа к показу подготовлена компанией «Эсдиомедия». Перевод Ирины Добрыниной. Текст читал Роман Антонович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Эсдиомедия» Продолжение следует...